Привет всем, друзья! Меня зовут Наташа. Вы на канале «Замуж в Индию». Мы сейчас всей семьей собрались за растениями. Хотим озеленить наш участок напротив отеля. Да, большинство клиентов говорят, что они хотят дерево, они планируют все. Давай, давай, возьмем все, возьмем мою амбреллу. Я делаю видео, пусть парам несет. Пока, пока дождя нет. Что такое, капля упала на парам. Ребята, сейчас сезон дождей, самое лучшее время для посадки. Растения в это время обычно приживаются. Вот эту вот красоту мы сажали 4 года назад. Обязательно посмотрите то видео. Да, друзья, это мы сейчас проходим мимо отеля «Маду Малти», где мы работали много лет и вот оставили свой след. Так приятно. Каждый раз прохожу и любуюсь, как разрослись эти растения, которые мы сажали всей семьей. Я, Артур и парам. О, как красиво там. Очень хорошая ресепшн. Видите, там сделали освещение, красиво смотрится. У Мишбай здесь как помощник, типа менеджера. Вот это вот все-все наших рук дело. Боже мой, аж не верится, какая красота. И мы хотим тоже украсить «Парабхаус». Новый отель. Это уже, вот это вот уже новое. Это они уже, видимо, в этом году посадили. Дай бог, чтобы прижились. А это все наших рук дело. Что-то здесь, наверное, еще будет грандиозное. Видите, мешки с кирпичом. Я не знаю, может с камнями. Как-то хотят украсить этот участок напротив отеля. Сейчас у нас в Матаране зелено. Но это, друзья, мох, который после сезона дождей исчезнет. А вообще у нас красная глина, неплодородная почва. Мало какие растения могут прижиться у нас. И плюс еще обезьяны и козы. Поэтому растения в основном сажают ядовитые. Вот эти растения, которые вы видели напротив Мадумалти, козы не едят. И обезьяны тоже. Поэтому они уцелели. Сезон дождей. Многие рикши не работают. Вот тоже сейчас проходим мимо ресторана, который тоже закрыт. Пока решила, что у меня камера вкусная. Попробовала язычком на вкус. И ты тоже? Не, этот мальчик сладенький, я знаю. Но не для тебя. Сезон дождей. Строители находятся в вынужденном отпуске. Вот у нас по соседству живут мальчики. Я их часто показывала. Их папа строитель. В основном он малер. И он сейчас отдыхает. Естественно, да, никакая краска сейчас не высохнет. Я у пацанов спрашиваю, а где ваш папа? Чем папа занимается? То есть, ну, интересно, конечно, узнать, чем занимаются взрослые в свободное от работы время. Он говорит, а папа уехал. Я говорю, а как это, ну, ребята на каникулах. Почему бы тогда, если он куда-то уехал отдыхать, почему нельзя поехать всей семьёй? Да, он уехал со своими друзьями, со своими одноклассниками. Он говорит, поехал по храмам. Ребята, это у кого-то мужики по бабам ездят, а у нас здесь в Индии по храмам. Where is Namish Papa now? Oh, Namish Papa in Kualapur, oh my God, he went to temple, this is Lakshmi temple, very powerful, God. Yes, you are very lucky. I take all time you in these temples all. She, I alone in temple. But why? Мне интересно, почему? Why? She don't want, she not interested for them? Интересно, может быть, родители, 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 родители. She wants to care, make food. Понятно. То есть я счастливая, я счастливая жена, потому что муж меня берёт с собой, когда ездит по храмам. Парам говорит, свекровь и свёкр могут быть недовольны, если жена поедет. Вместе с мужем, вместе с их сыном. Они же все вместе живут. Вот, это я счастливица, что мы живём отдельно, поэтому у нас таких проблем нет. Как Ниха, тоже я вам рассказывала, мне часто жалуются, у них тоже joint family. И ей постоянно надо разрешение спрашивать. Мы сейчас в парке находимся, здесь самое большое разнообразие растений. Ну, здесь следят, козы сюда тоже не заходят, и обезьян здесь гоняют так, жёстко. Это мы сейчас, друзья, идём за растениями домой к владельцу отеля. Ни разу в жизни я у него дома не была. Он там живёт вместе со своим братом и семьёй брата, женой, детьми. Сам он ещё до сих пор не женился, а родители у него умерли. Так, кажется, пришли. Калитка такая интересная. В калочках. Закрой, закрой зон, сейчас дождя нет. Знаете, это я затеяла, я затеяла посадить растения возле отеля. Мне, во-первых, хочется действительно, чтобы красота была вокруг, а во-вторых, мне хочется проводить время с мужем. Парам хоть и берётся меня с собой, когда ездит по храмам, но так мы с ним время проводим очень редко. Особенно сейчас. Почти каждый вечер у них пати с друзьями. Ну, знаете, сейчас сезон дождей, особо делать нечего. И они собираются компаниями, то одного, то другого. Сидят там часов до 12. Ну, и меня, естественно, и Артура на эти мероприятия никто не зовёт. Вот, Ракешбай уже подготовил растения. Да, слушайте, друзья, я своего мужа вижу примерно так же часто, как и вы на видео. Потому что я стараюсь, чтобы больше было участников, чтобы не я одна присутствовала в моих сюжетах. И снимаю всегда, когда мы вместе, когда мы всей семьёй. А так он постоянно где-то отсутствует. Или работает, или с друзьями, или в тренажёрном зале. Ого, такая агрессивная собака. Ужас. Соваи, Соваи. Сказала. Нет, не успокоилась. А Ракешбай здесь живёт в домике в отдельном. И он здесь и живёт, и работает. Здесь находится частная бунгало. То есть оно не сдаётся. Хозяева где-то живут в городе, в Мумбаи. И сюда приезжают как на дачу. Чтобы никто не обворовал Ракешбай и его семья. Пока были живы его родители. За этим бунгало следили. Ну, видимо, прибирали там. И им выделили жильё отдельное. То есть он ещё и небольшие деньги за это получает. Да, так можно. Так, а вот бунгало, собственно. Я так поняла. Там, где собака именно в том домике живёт. Ракешбай. А это, вот, видите, это красивое здание. Это уже бунгало. Я сейчас снимаю и забываю, что нужно, обязательно нужно смотреть. Смотреть под свои ножки. Иначе можно наступить на змею. Вот, видите, дверь он закрыл от дождя целлофаном. Это, ну, как тоже в его компетенции. Он должен следить и вовремя это сделать. Там до сезона дождей. Сейчас он немножечко отковырял, чтобы мы зашли, посмотрели. О, антиквариат. Вы любите антиквариат? Это всё старинный. Запах здесь, конечно, стоит не очень приятный. Видимо, давно не заходили. Вот, видите, всё накрыто, чтобы пыль не ложилась. А когда хозяева планируют приехать, они звонят, предупреждают. Вот мы будем. И, пожалуйста, подготовьте. К нашему приезду наше бунгало. И тогда они открывают всю мебель. А, ну, открой, открой. Более ста лет, ребята, этому бунгало. Давайте посмотрим, какой вид открывается. Вид на джунгли. Ну, и закрывай, да. Говорит, хозяева приезжают очень редко, всего пару раз в году на праздники и останавливаются примерно на три дня. Так что особо не напрягают. Сейчас мы посмотрим их спальню. Видите, как всё здесь закрыто тщательно. То есть Ракешбай вместе со своими родственниками здесь не спят. Как интересно. Ой, боже мой. Ну так, друзья, интерьер, конечно, на любителя. Вы видите, как богатейшие люди живут, как аскеты какие-то, честно говоря. Или я, может быть, что-то недопонимаю, но, знаете, такой минималистический стиль. Ничего особо нет и как-то вот не ощущается уюта. Уюта не хватает. Так, а здесь что? Здесь у нас... Да, санузел. И зеркало. Посмотрите, как интересно придумано зеркало. Это же, наверное, какое-то поверье, да. Вот зеркало напротив окна, может быть, поэтому его специально вы закрыли такими вот ставнями. Закрывай, Артур, сделай, как было. Но всё есть, видите. Водонагреватель. Есть кондиционер. Так, и отсюда мы заходим в детскую. Детская комната. Ну и вообще, да, как, я не знаю, пара мне сказала, что это детская комната, но я бы никогда в жизни сама не догадалась, потому что никаких признаков того, что тут живут дети, нет. Ни игрушек, никаких там ярких обоев, ни даже коврика. Вот игрушка! Да, вот единственная игрушка. Старинные фотографии, ребята! Видите, сейчас всё поснимали. Но всё из-за того, что сейчас сезон дождей, видимо, стены могут быть влажными, и фотографии могут испортиться. Ну, тут ничего не разглядишь, честно говоря, ребята. Так вот. Парам говорит, насколько качественная мебель. Ребята, сейчас в отелях ставят мебель, которая через год, через два уже становится, становится уже не мебель, а мусором. Мусором уже становится, я хотела сказать. А здесь, вы видите, до сих пор вот все шкафчики открываются, закрываются, всё тютелька в тютельку. То есть в сезон дождей здесь мебель разбухает. Да, очень интересные фотографии. Покрывается плесенью, там что-то отваливается. А эта мебель действительно была сделана на века. Резьба какая здесь, видите, сто лет, ребята, сто лет вот этому вот всему, и до сих пор в таком вот идеальном состоянии находится. Двойная дверь. Не буду уже подробно показывать, но, друзья, здесь ещё есть гостевой дом, вот сейчас мы его проходим. И ещё есть кухня отдельно, отдельно здание. И, соответственно, отдельно дом для тех, кто сторожит. Это всё поместье. Так, ребята, посмотрите, какой огромный дом. Здесь сейчас живёт две семьи. Ракешбай один живёт, но у него есть девушка. Вот, и семья брата. Это племянник. Кумар. Кумар. Вот хихис. Ну, вот минца. Говорит, у Ракешбай на коже какие-то пятна, как родимые пятна. И говорит, что люди, у которых такие пятна на теле, их змеи не кусают. Я не знаю, ребята, если вы знаете, что это за пятна у него. Мне неудобно, я видно было, что он из них очень охотно показывал свои пятна. Ну, Парам, как увидел, просто аж возбудился. Вот, и говорит, что это, ну, а, я хотела спросить у вас, мои дорогие зрители, кто знает, напишите, что это за Марк, Марк, как Парам говорит. То есть какие-то... Thank you. Всё. До свидания. Говорит, вот есть люди, да, которые работают со змеями, укротители змей, люди, которые показывают различные представления со змеями. У них у всех такие пятна на теле. Вы помните, я вам недавно показывала, как к женщине у нас по соседству в дом забралась змея. И вот как раз тоже на видео видно, что Ракешбай пришёл и поймал эту змею. Вот у нас в Матране есть, как команда ООН, и ещё несколько человек, как Рескью Тим. В таких случаях, когда у кого-то змея, дома они всегда приходят на помощь, не боятся змей. Ну, и вот сегодня Парам выяснил, выяснил, почему он не боится змей. Привет всем, друзья. Здоруюсь, потому что у нас уже следующий день. Вчера мы не успели посадить растения. Уже когда посадим, тогда я вам обязательно покажу. Сейчас я Артура отправила на занятия и занимаюсь приготовлением обеда. Рутинная работа. Да, сразу показываю, то, наверное, кто-то будет по-любому спрашивать. Есть у нас в Индии овощерезки, но мне удобно. Именно картошку удобно, я привыкла чистить ножом. Приготовлю пюре, хочу пожарить рыбу и печенье. Печенье буду печь на сковороде. Это Артур попросил, говорит, мама, я хочу сегодня вечером устроить вечеринку, пати. Пригласить хочу своих друзей. И не просто мы будем играть, а хочу, чтобы были угощения, были напитки. Я хочу какао с молоком приготовить. Это все папа. Папа же у нас сейчас часто ходит на вечеринки. И Артур спрашивает, папа, а почему ты не берешь нас, меня и маму? Почему ты никогда нас не берешь на свои вечеринки? Ну, Парам как-то, знаете, ничего особо на это ответить не смог. Что-то там промычал. Артур заявил, хочу вечеринку. Знаете, я на Парамо не сижусь. Пусть ходит на эти вечеринки. Он там не пьет, в карты не играет. Просто общается с друзьями. Видимо, ему не хватает общения. И самое главное, меня не просит, чтобы я готовила угощения на эти вечеринки. Тогда как другие участники своих жен заставляют еще и готовить. У меня как, знаете, репутация. Такая репутация, как иностранка, готовить не умею. Вот, ну, как говорится, и слава Богу. Кстати, многим женам это не нравится. Сейчас в Индии женщины не такие, как раньше. Сейчас более свободные. Чуть что сразу заявляют о своих правах. И вот один из друзей Парамо развелся год назад. И жена ему сказала, мол, все, мне это надоело. Я не твоя рабыня. Я тебе не служанка и не собираюсь обслуживать всю твою огромную семью, твоих родителей, твоего брата с семьей. Плюс еще на эти вечеринки готовить. Мол, говорит, или мы живем отдельно от всех, или все, развод. Ну, и чем они спорили, там, туда-сюда. Она уезжала, приезжала. Это Акатавасия длилась какое-то время. Но в итоге они развелись. Правда, Санджей этот недолго горевал, совсем недолго. Скоро женится на своей двоюродной сестре. Его первая любовь. Здесь в Индии очень часто, я как-нибудь даже посвящу, наверное, этому видео, часто вот я заметила, первая любовь, он даже у Парамо, это двоюродная сестра. Они полюбили друг друга еще молодыми. Этот Санджей тогда был человеком бедным, ни гроша за душой, и девушку за него не отдали. А отдали по договоренности за какого-то парня, образованного, но который в итоге ничего не добился, в отличие от Санджея. И вот сейчас она с этим мужчиной тоже развелась. И вот-вот поженится. И мне кажется, что к ней он уже будет по-другому относиться. Вот сейчас Парамо расскажет, что он квартиру покупает в городе, в Нерале. Мол, я ее сейчас сюда в деревню привозить сразу не хочу, после женитьбы, то мало ли будут на нее косо смотреть. То есть он ее уже, знаете, как там, я не знаю, какую-то хрустальную вазу. Пусть она в городе поживет какое-то время, будет приезжать сюда так, наведываться, чтобы в местные привыкли. Вот так вот. Господи, картошка какая ужасная. Вы видите внутри, какая черная. Это, наверное, из-за сезона дождей. То есть стою с вами, болтаю, ковыряю, ковыряю, ковыряю. Ну а по поводу Парамо, на слава богу, таких проблем нет. Мы живем отдельно с ним и практически не ссоримся. Разводиться не собираемся. Сейчас поезд проедет. Все, картошку, слава богу, поставила. Сейчас рыбой займусь. Вот такая вот у нас сегодня рыбка. Ну, Парамо есть еще мясо. То есть это вы будете писать, почему так мало. Вот, ребята. Ну да, есть, конечно, есть, конечно, моменты, из-за чего мы с Парамом ссоримся. В основном бытовые. Мне все хочется уюта. Хочется что-то здесь изменить. Наше жилье украсить. А Парам говорит, это временное жилье. Зачем я буду напрягаться? Все равно мы отсюда уедем. Ну, когда уедем? Все равно, вот я говорю, шкафчики внизу. Вот здесь хочу сделать, чтобы дверцы. То есть, чтобы вот эти вот кастрюльки все было как-то прикрыто красиво. Он говорит, нет, зачем это надо? То есть, ну, в моей компетенции повесите шторки. Он говорит, нет, не стильно это будет, надо дверцы. Ну, а когда что этим займешься? Я говорю, ты можешь и не вкладываться, ты можешь просто это организовать, договориться с Ракешбаем. Все равно он после нас здесь будет жить, или кто-то здесь. Все равно это нужно. У всех в основном эти дверцы есть. Он говорит, хорошо, хорошо, хорошо. Потом я на него тоже стараюсь, знаете, сильно не давить, чтобы я не ассоциировалась у него с каким-то там деспотом, чтобы ему хотелось приходить домой. Вот, кстати, да, он здесь практически и не бывает, поэтому ему и все равно. То есть, он как с утра просыпается, идет, работает, то есть, забегает только поесть, и то обедает. Он чаще всего наверху смотрит телевизор и обедает. Ну, только поспать в основном сюда приходит. А я постоянно дома, Артур постоянно дома, мне хочется... Вот, я уже завелась, друзья. Ладно, ладно, все, буду прощаться. Спасибо большое, что вы меня выслушали, что были со мной. Знаете, иногда хочется высказаться. У меня здесь не так много друзей, а вот, как говорится, накипело. Рассказала, поделилась. Все, люблю, целую. Пишите в комментариях, как вам такие болталки. Подписывайтесь, кто этого не сделал. Ставьте лайки, пишите комментарии. И делитесь моими видео в соцсетях со своими друзьями. Это поможет развитию канала. Спасибо большое. Пока. Какая приятная глазу картина. Обожаю смотреть, когда мой мужчина работает. Артур, wait. Артур помогает. Эти растения еще красивее, чем те, которые мы посадили напротив Мадумалти. Они тоже непривлекательны для кос и для обезьян. А, то есть, Парам говорит, чтобы я рассказывала, какие куда сажатся, что они немножко отличаются по цвету. Да нет, может быть, они同じ. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет еще много всего интересного. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...